Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Лялин к приходу гостей надел парадный мундир с орденами и медалями. Кадровый офицер, полковник в отставке, вспоминает, как боролся в годы войны с бандами бандеровцев в Западной Украине. Затем по долгу службы объехал весь Советский Союз и Восточную Европу. Ушел в отставку в Самаре. До недавнего времени работал в ветеранской организации. Праздник Победы считает главным днём в своей жизни. Это священный праздник, святой праздник. Лучше всех праздников, которые празднуют нашу страну. Это волнительный день. Приходят встречаться с ветеранами. Навестил ветерана депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он подарил герою специальный сотовый телефон на две сим-карты с батарейкой, которая долго держит зарядку. Это не просто телефон, не просто средство связи. Это экстренное средство оповещения в случае какой-то чрезвычайной ситуации, когда мгновение решает всё. В эти телефоны забиты номера полезные и необходимые тревожных дежурных служб, близких, волонтёров, которые закреплены. Есть тревожные кнопки. Мы специально искали, чтобы это были телефоны с крупными кнопками, чтобы молодые люди хорошо его видели. Волонтёры Победы помогли подключить телефон и записать нужные номера. Ветераны всегда благодарят. Очень много слов благодарности я услышала именно организаторам самой акции. То есть прям большое спасибо передают. Мы всегда переполняют. Нас чувствуют гордость от того, что у нас живут такие люди, которые тогда в годы войны защищали нашу Родину. Очень всегда приятно с ними общаться и пригодить в гости. Акцию поддержали все операторы из так называемой «Большой четвёрки». Бесплатный тариф для ветеранов будет действовать постоянно. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.